Доброе утро! Сегодня оно у нас, знаете, такое небо, все затянутое, солнца нет, и поэтому так ощущение, что я вареная картошка. Так что, если вам хочется посмотреть на приключения вареной картошки, оставайтесь со мной. Вообще, я сегодня сделала одно очень полезное дело. Помните разбитую посуду Ля Крусет, в которой я выпекала небольшую. Мне говорили, Настя, должны же поменять, должна быть гарантия, это такой дорогой бренд. Я пришла в магазин, когда я писала в поддержку, мне сказали, что нужен чек, попробуйте сходить в наш фирменный магазин. Вообще, обычно магазины спрашивают чеки, но не в нашем. В нашем, в местном магазине Ля Крусет я пришла, показываю, говорю, случилось такое, ой, конечно, сейчас поменяю, только у нас черного нет. Мне дали вот такой серый градиент, но тоже хороший, правда, у него сзади не написано, когда он сделан, так что, если он треснет, я не знаю, что они будут делать, как выяснять, но она сказала, что это сделано на нашем местном заводе в Швеции, и качество должно быть лучше. Проверим. Сейчас я его поставлю в посудомойку, пусть помоется. Вообще, сейчас, хотя у нас все небо затянутое, кажется, что вот-вот возможно пойдет дождь, но по прогнозу не должно быть, поэтому я переоденусь и хочу помыть окна, ну хотя бы часть. Ну что за котеночек? Сладенький. Тер. Мой мальчик. Ну что, я надеваю перчатки, начинаю с первого окна в зале, потому что начну с тех окон, которые мне прям сразу в глаза бросаются, когда я здесь сижу, я вижу, вижу, что они грязные, потому что, помните, в том году внутри не помыла. В этом году я помою со всех сторон, у меня немножко другая будет система, помните? Так вот у меня здесь инструменты. В том году я мыла только вот этой системой кархером, типа побрызгала, потерла, собрала воду. Это в этом году будет у меня первая ступенька. Вторая, так, взяла тут еще вот такую мохнатку, чтобы, если что, убирать паутины, если там какая-то паутина есть. Дальше у меня здесь мыльная вода с локом от Эмвэй, и туда одну тряпочку погружаю, вторая будет для того, чтобы убрать излишки воды, если нужно. Полотенце даже взяла, чтобы если что, руки вытереть. И последний этап. Обычное средство для мытья окон и тряпочка, которой я уберу все разводы. Надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вот, господи, максимально то, что у меня удалось получить, вот тут еще остались все равно какие-то разводы. Видно? Я, знаете, вот хочу сказать, тот дизайнер, который сказал, а давайте-ка поставим эти окна в этом доме. Вот пусть у него такие окна всю жизнь будут. Вот в каждом доме пусть у него будут такие окна. А я приступаю к остальным окнам для сравнения, как они сейчас выглядят. Надеюсь, вам видно. Что же, что же, я осилила четыре двери. Эти четыре двери чистые, прозрачные. А окна пока грязные. Я не знаю, вот я сейчас отойду вот так вот. Видно разницу? Чистая, грязная. Видно интересно на экране. Но вот эти вот окна такие, которые невозможно до конца хорошо помыть, все равно что-то на них остается. Но я сделала все, что могла DimaTorzok. Это прям под ногами. Теперь я хочу приготовить поздний обед, ранний ужин. То, что я уже до этого хотела сделать, но не сделала. Вот такую вот пасту с курицей. Подготовила. Что я буду готовить? Здесь у меня тольятели. Я всю коробку буду делать. Лимон. Лук. Можно взять петрушку. Здесь замаринованная курица. Я ее в соусе, точнее в специях тако. Брокколи. Вода. Лук, чеснок. Крем фреш. Ну, либо можно такую густую сметану. И бульон. Начинаем. Начинаю с того, что порежу лук, чеснок. И вообще поставлю варить тольятели. Сейчас поджариваю лук и размельчу чеснок. Добавлю и курицу к луку. И еще минут 7 буду жарить. Здесь уже почти готова курица. Теперь добавляю лимонную цедру и брокколи. Кстати, вот порезала не только на цветочки брокколи, а и сам ствол тоже использую. И воду я взяла из пасты. Паста у меня уже отварилась. Я взяла из нее воду. Она потом пригодится для соуса. Теперь добавляю сюда бульон. У меня овощной. Ну, по рецепту куриный. Добавляю крем фреш. И воду, которую я взяла из пасты. И через пару минут готово. Теперь сейчас буду выкладывать сюда пасту. Сверху соус с курицей. И покрошу лук сверху. Готово. Как обычно, лохматная такая. Надо причесать немножко волосы. А то опять скажут. Некрасивая. Как будто бы лучше стало. Надо просто красиво укладывать там кудри, а не вот это все. Я сейчас ездила за кошачьей едой в магазин. И прям после раундебаут, как это... В общем, после кольца небольшого, на съезде утка просто переходит дорогу из леса на другую сторону. Я, естественно, остановилась прям в последний момент. Она буквально выпрыгнула на дорогу. Смотрю, она, значит, не останавливается, по крайней мере, впереди моя машина, а идет. Медленно она так, не торопясь. Я прям перед ней вот так вот успела остановиться. Она идет, такая перебирается. Только перешла дорога. Смотрю, уже сзади меня машины подъезжают. Я поехала. Смотрю в зеркало заднего вида. Она такая перевернулась, взмахнула крыльями, перевернулась и пошла обратно. И машины, которые сзади меня, тоже стоят теперь, ждут, когда она вернется в лес. Это вот просто наглые шведские утки, которые знают, что ничего не будет, и они будут ходить туда-сюда. Я не удивлюсь, если она потом снова перевернулась и опять пошла через дорогу. Она такая... Это даже не утка была, а селезень. Наглый селезень. Яра, вы мне написали, что влоги с тобой намного интереснее, чем без тебя. Ой-ой-ой. Что ой-ой-ой? Ну, у меня было много. Много дела. Ну, сейчас ты дома уже. Что интересного расскажешь? Расскажешь что-нибудь интереснее? Сделаем мы влог интереснее, а то в этот раз он опять неинтересный. Много работы было. И все. Скучная работа? Нет, много работы было. Тебе было весело? Очень. А где ты был? Я был на Южной связи. А что не загорел? Что не загорел? Нет. Что ты говоришь? Ну, как я загорел, я иду в офисе. Встреча была. А-а-а. Не на пляже? Не на пляже. К сожалению. Да. К сожалению, не было на пляже. Ну, там, наверное, не так тепло на Южной Швеции-то все-таки. Ну, лучше, чем Швеция. Здесь замечательно. Здесь холодно. Посмотри, кстати, какие окна чистые. Ты видишь разницу? Нет. Ярма. Посмотри внимательнее и увидь разницу. Не вижу разницу. Да в смысле ты не видишь разницу? Вот посмотри, те окна грязные еще. Окна. А двери чистые. Окей. Посмотри, какая разница. Я смотрю. Прямо сейчас. Да, смотри. Ну, ты сейчас посмотри. Да. Ярма, ты не посмотрел. Смотрел. Да невозможно. Ну, почему ты не меня мешает? Я сейчас, только сейчас улетел домой. А ты отдохнул. Что будем смотреть? Не знаю, пока. Ты хочешь, чтобы я с тобой не перестал разговаривать? Я тебя напрягаю? Нет. Нет? Нет. Ну, ладно. Ладно. Что тогда будем смотреть? Не знаю. А кто знает? Бог знает. Но не говорит, да? Но не говорит. Всем доброе утро. У нас в доме уже открыты двери. Кошки пошли гулять. Я сегодня решила по душе за своим пробником новым. Точнее, не новым. Еще с нового года я его очень-очень экономно использую, потому что мне никто не дарит полный размер еще. Это Селин Парейд. Вообще не могу. Он, конечно... Я вот просто хожу, я его чувствую. Я так... Сама... Сама от себя обалдею. Надо точно купить полный размер, потому что это прям... Я сейчас хочу сделать себе чай. Возможно, даже бутерброд с сыром. Мне уже выходить через 20 минут. Через 20 минут я не только поела, я еще и убрала на кухне. Теперь мне нужно заводить свой зоопарк домой и ехать. Давайте заходим. Все. Прогулка окончена. Декстер, домой. Макс! Сидит там в уголочек, смотрит. Идем домой. Идем домой, мой хороший. Домой. Все. Раз, два, три. Все дома. Я поехала. Сегодня я выгляжу так. Кроссовки, брюки. Здесь белая... Ой! Белая блузка. Кстати, может ее еще просто выправить. Да. Кожаная куртка. И так как у нас уже который день подряд солнечно. Солнечные очки. Закончила учиться. Разговаривали с девочками. Нам часто периодически преподавательница говорит, теперь поговорите, обсудите эту тему. И у меня девочка, она все-таки 25 лет. И я не могла ее слушать. Я просто смотрела на ее кожу. Она совершенно не красится. У нее такие яркие, черные брови, черные, яркие, пушистые ресницы. И кожа, знаете, ты просто там ни одной поры не можешь найти. На ней ни грамма макияжа, а кожа зафотошопленная. Я сидела и просто думала, ну как, ну как, пытаясь найти пору ни одной. Вот такая классная кожа. Я бы сделала и отвлекалась. Понимаю, что он говорит. Восхищаюсь кожей. Как пришла домой, быстренько. У меня столько дел было сделать неприятных. Одно из них, это я получила парковочный билет. Ну это не билет, а как парковочный штраф. Который у меня есть вопросы. Потому что знак, под которым я припарковалась, никаких ограничений на нем не было. И вроде бы это под правильным знаком. Но в начале улицы был знак. Но это как бы, что мне, идти к каждому знаку в начало улицы, чтобы что смотреть. Ну как-то странно немножко. В общем, мне нужно было, во-первых, оплатить этот штраф. 110 евро на секундочку. А во-вторых, написать в полицию. Потому что это именно полицейская машина подъехала. А не даже какая-то там, другой сервис еще есть, который ездит. И выдает штрафы. Написать им какое-то письмо такое, чтобы они расчувствовались, растрогались и сказали, мы вам вернем. Вряд ли, конечно. Но, в общем, какое-то такое письмо, чтобы не сухое, не просто типа, а что это, не жаловаться, а как-то разжалобить их. Ну вот, этим я и занималась. Творческое такое задание. Сколько можно штраф уже платить? Тем более, я встала под правильным знаком. И второе. Я собралась в Питер. Но у меня был затык. Я собралась ехать 22 мая на машине. То есть, сначала на пароме, потом из Финляндии на машине в Россию. И для того, чтобы мне поехать туда на машине, мне нужна зеленая карта. То же самое, как из Финляндии едут. Точнее, из России едут в Финляндию, получают зеленую карту. И также из Европы, с иностранными районами в Россию нужно получить зеленую карту. Это и ОСАГО, и страховка на машину. Мне моя страховая говорит, а мне это... А, говорит, Россия не включена больше в зеленую карту, в нашу. Мы не выдаем больше в Россию, если... Причем, мне такое сообщение пришло от них. Они по e-mail просто по-дурацки совершенно разговаривают. Если вы все же решите поехать, это на ваш страх и риск. И я думаю, так, ладно, на мой страх и риск. К этому я готова с этим жить. Но меня не пустят туда без страховки. Как нельзя в России ездить без ОСАГО. Я начала звонить в другие. А сегодня вот сейчас пришла. Начала звонить в другие компании страховые. Они говорят, да, мы страхуем. Только моя, моя, которая такая хорошая, большая компания. Не работает, значит, больше. Я так разозлилась. Я звоню, значит, в свою компанию. А, я им пишу e-mail, говорю, хочу перестать страховку. В смысле, cancel. А вбрюд, все, не это... Не хочу больше с вами. Она говорит, а самое раннее, когда вы можете отменить с нами страховку, это 1 января 2023-го, когда заканчивается период страхования. Не вариант платить двойную страховку за все время. Да, до начала следующего года. Я решила им позвонить в свою страховую. Говорю, вот вы знаете, я позвонила во все другие страховые компании, и они все делают зеленую карту для России. А это сейчас, поехать туда на машине, это единственный способ для меня попасть домой. И получается, что от того, что я когда-то выбрала вашу компанию e-mail для страхования всех своих, и машин, и животных, и своего здоровья, и дома, теперь я не могу поехать навестить свою семью. И она говорит, что на самом деле вы можете поехать, есть пограничная страховка, которую можно получить в Финляндии. Это не страхуется машина, страхуется гражданская ответственность. Но машина не застрахована, конечно, будет. Ну, вот. То есть, если я ее там сама поцарапаю, то я сама должна буду ее починить. Ну, я согласна. Я так обрадовалась, думаю, такая просто, фу, все. Знаете, как говорят, нужно в начале дня съесть лягушку. Это значит сделать дело, которое не нравится, которое не хочется делать. Вот я сейчас пришла с учебы и съела трех лягушек. Заплатила штраф, написала в полицию творческое письмо. И обзвонила все страховые. Я ужасно этого не хотела делать. Во-первых, я не очень люблю разговаривать с незнакомыми людьми по телефону. Там что-то, например, у меня такая пытка. То есть, я уж когда начала, нормально идет. Но вот это вот сейчас ждать, звонить куда-то, это самая толстая лягушка была. Теперь можно что-нибудь вкусненькое съесть после лягушек. Еще я сегодня, точнее завтра утром буду мыть волосы. Я просто так, знаете, не могу проснуться с утра, подумаю, сейчас помою. Нет, у меня теперь другая система, потому что если я запланировала с вечера, что с утра я помою голову, то вечером я должна все это накапать вот такую вот штуку себе на кожу головы. И вы знаете, это работает. Вот сейчас у меня волосы я все зачесала, залезала, но когда я высушиваю, а я показывала, что это не все торчат, посмотрите, вот это новое. И я когда сейчас уже собираю хвостик, я прям чувствую, насколько толще он у меня, насколько вот здесь плотнее. На мне работает. Кто-то говорил, что не очень, но я хотя не каждый день мажу, да, и не мою каждый день голову, а после него нужно все-таки помыть, он так жирнит волосы. Вот, на мне работает. Никакие витаминки я вообще сейчас не пью. Я не пью ни единой витаминки. А, нет, я пью эту, клюкву, по-моему, в таблетках. И все. Настя помыла окна, и второй день у нас идет дождь. Конечно, продолжает дождик. Кому нужны чистые окна? Не мне. А я глажу. И смотрю шведский сериал, Сул Сиден называется. Кто живет в Швеции, и еще это я вдруг не посмотрела, вы обязательно должны это посмотреть. Очень смешной. Ну, аксюсечка. Доброе утро, друзья. Я только проснулась, я даже еще не умылась. Сделала ярмозавтрак, и сегодня я не иду в школу. Не иду, потому что вчера вечером, я вам рассказывала до этого, что Ева, это беженка из Украины, которая жила у нас, она хотела поедать, живет еще, она хотела уехать в Германию, к дочке, потому что дочка получила там убежище. И из Стокгольма мы смотрели разные пути, там с пересадками, может быть, в Копенгагене, дальше она сама как-то, вот, а у нее сумки, тут столько ей добра надавали, ей тяжело все это нести, она такая, вроде бы, ей доохочется и Копенгаген посмотреть по пути, в то же время о сумке, а что с ними делать, вот, и мы вчера сидели с ярмой, решили купить билет на самолет в Берлин, чтобы нигде не пересаживаться, так что сегодня я никуда не пошла, потому что мне нужно будет скоро везти ее в аэропорт. А также у меня был назначен маникюр, который уже очень-очень-очень нужен моим ногтям, но он выпадает ровно на время, в которое мы выезжаем. Поэтому не знаю, что буду делать, не знаю, что буду делать. Такого у меня еще не было, что мне вот так приходилось отменить в последнюю минуту. Честно говоря, сегодня я не очень себя хорошо чувствую, у меня какие-то сны снились тревожные, и проснулась я, знаете, с таким чувством тяжелым, с тревогой. Наверное, надо помедитировать. Сейчас все разойдут, ну, сейчас я уеду на работу, и я думаю, что я это сделаю. А у нас теперь утренний ритуал, открытые двери. Дженни из дома смотрит и дышит свежим воздухом, а остальные там тусят на улице. Как хорошо снимать через чистые окна. Следующее включение. Несколько часов позже мы упаковали Еву. Упаковали все в сумки, в две. Поместилось не все. И буквально через пару часов мы выезжаем в аэропорт. Очень светло, наверное, от меня плохо видно. И на этой ноте я буду с вами прощаться. В следующем влоге я уже буду одна, и, возможно, даже поснимаю мотивацию на уборку. А потом мне нужно будет собираться в Питер. Это тоже эпопея. Потому что поеду я теперь не на самолете, нелегко могу взять какие-то вещи, которые давно хотела маме отвезти, и положить в машину. Спасибо, что провели со мной эти пару дней. Увидимся с вами очень скоро. По вторникам и пятницам мы с вами встречаемся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok